Привет всем ребята, на связи GrimOptimist и один из моих подписчиков, постоянный зритель канала, меценат по имени Руслан, прислал мне посылку. Как вы видите, обычной почтой России, вот после той ситуации со СДЭКом, как-то доверие, мягко говоря, подорвано к этой компании, поэтому он решил, что обычной почтой будет целее. И не прогадал, кстати, то, что коробка немножко, ну, не первой свежести, это уже скорее я ее подмышкой нес с почты и немножко, как бы, ну, она помялась. То есть так она была даже лучше. Сейчас, в общем, я все это дело открою и будем смотреть, что там да как. Я, если честно, особо не в курсе, что там может лежать. Я, если что, вырежу там процесс вскрытия. Сейчас главное себе что-нибудь не отрезать, вот, потому что я, честно говоря, даже не знаю, как она открывается-то. Ну, так, ладно, как-нибудь, как-нибудь вскроем. О, наверное, вот так будет правильно. Так, ребята, ну, вроде как получилось у меня. Не знаю, правильно или нет. Так, это, видимо, какие-то сувениры, он говорил тут. Сейчас пока немножко в сторону отложу, сюда вот, чтобы не полить. Потом это посмотрим. Да, вот уже вижу, что... Ладно, давайте сразу тогда уж сувениры посмотрим. Это у нас сургутский живой шоколад. Югорские традиции, ребята. Такой прямо элитный, с печатью. Прикольно, такой не пробовал. Обязательно попробую. Такой прям жирный, такая шоколадка, смотрите. Тут грамм, наверное, больше ста. Ну-ка, что, сколько грамм? Да хрен его знает, что-то не вижу. Масса нет-то. Ну, в любом случае, короче, шоколад какой-то понтовый. Хорошо. Так, ладно, давайте тогда уж по сувенирам пробежимся. Это у нас домовой, что ли, какой-то, или кто это? Не знаю. Магнит на холодильник, видимо, судя по всему. Ну, прикольный такой. Видимо, настоящая шерсть, кстати. Судя по ощущениям, это настоящая шерсть. Такой понтовый магнит. Это, наверное, самый понтовый магнит из всех, что у меня были для холодильника. Обязательно прилеплю. Положу пока на шоколадку. Так. Тут у нас... Ох ты, вот. Это уже... Да, сейчас покажу, чтобы вам не это... Это у нас оперативная память, друзья. DDR3 1333, 4 гигабайта, друзья. Вот она бы нам, конечно, пригодилась несколько дней назад. Пришлось мне покупать. Но, знаете, такая память всегда пригодится. То есть, для любого ноутбука, в принципе... Ну, частота, конечно, 1333. Но, ладно. В любом случае, как бы, это норм тема. То есть, такая планка стоит где-то в районе косаря. Косаря 200 она у нас может стоить на вторичном рынке. Поэтому лишней точно не будет. Так, и тут у нас какой-то подозрительный порошок, ребята. Я шучу. На самом деле, это не порошок. Оба. Это не знаю, честно говоря, что. Какое-то украшение. И, судя по всему, оно то ли из какого-то рога выточено, то ли из какого-то, может быть, камня, черт его знает. И вот тоже брелок с зубом. Вот, правда, зуб немножко такой... Извините, я просто в камеру это плохо показываю. Зуб, короче, такой с трещиной. Но это чей-то, видимо, клык, короче. Я не знаю, ребята. Если в курсе, напишите. Руслан, может, потом в комментариях отпишет. Такой вот брелок еще. Прикольно, на самом деле. Никогда таких вещей не держал. И вот это тоже... Правда, не знаю, что с ней делать, но... Выглядит довольно занятно. То есть, видимо, из рога чего-то. Или черт его знает. Короче, опять-таки, кто в курсе, напишите. Я с такими вещами особо не сталкивался. Так, ну, у нас, значит, пока сувениры. И все-таки оперативка уже есть. То есть, для проекта тоже, как говорится, полезная штука. Так. Тут у нас еще какие-то бумаги. Я за кадром сейчас посмотрю, что это. Ага. Это у нас чеки, ребята. Это чеки. И... Тут у нас, друзья, SSD-накопитель. 256 гигабайт. Получается. Western Digital Blue SSD-шник. Ну, это стопудово, ребята, пригодится. У меня один SSD-шник есть уже. Ну, один мы для ноутбука уже использовали. У меня еще один есть. И будет еще один. Но SSD, они всегда, как бы, они всегда пригодятся. То есть, вы понимаете, что в любой комп, в любой ноут такая вещь просто идеально зайдет. Поэтому... Это причем новая вещь. То есть, он не БУ. Руслан прямо из магазина. Тут даже, вон, чек есть рядом. Прямо из магазина он приобрел и отправил мне. То есть, это 100%, ребята, найдет свое применение. Тут даже я вообще нисколько не сомневаюсь. Так. Ну, и последний. Что, неужели это геймпад реально? Так. Что у нас? Да, судя по всему, ребята, это действительно геймпад от Xbox. Причем беспроводной. Вот тут я, честно говоря, даже не знаю, что ответить. Как это использовать для проекта, я не знаю. То есть, ну, наверное, к какому-то геймерскому компу можно приложить, в принципе. Но я не знаю. Мне просто Руслан написал, что, говорит, кое-какие вещи, типа, предназначены для тебя. Я вот не знаю, это все-таки предназначено для меня или для проекта. Вот, Руслан, будь другом в комментах. Напиши, пожалуйста. Вот. У него там никнейм, что-то, Руссель. Дальше не помню. Ну, короче, увидите его. Вот. Ну, в принципе, если будем собирать когда-нибудь какой-нибудь геймерский комп, то, я думаю, такая вещь просто отлично зайдет. То есть, да. У меня, в принципе, есть геймпад от Xbox 360. Он меня устраивает вполне себе. Хороший геймпад. Вот. И, ну, такой, как бы, мне, ну, не то, чтобы не нужен, но, как бы, могу обойтись. То есть, в принципе. Поэтому, хорошо, если Руслан напишет все-таки, потому что я пока не понял. Ну, на самом деле, ребят, дико жирный подгон. То есть, у нас тут, смотрите, SSD-шка. Да, на 256 гигов хороший SSD. У нас тут оперативная память. И шоколадка со всякими еще ништяками. Вот так вот. Чтобы все в кадр попало. Руслан, большое тебе спасибо за подгон. Действительно полезно. То есть, найдем применение всему. Пец, он стоит 4,5 рубля. Я в шоке вообще. Жесть. Только сейчас увидел цену. Вот это жесть, ребята, да. Ну, в общем, не знаю, что с ним будет, пока не в курсе. Потому что, ну, как Руслан напишет. То есть, если это для проекта, то будем использовать для проекта. Если это мне, тогда, как бы, ну, получается, зажоплю себе его. Тут решает, как говорится, сам отправитель. Да, поскольку я пока не совсем понял такие моменты. В любом случае, в общем, вот как-то так. Все реально прикольно. Все к месту, скажем так. И даже не знаю, что еще сказать. Руслан, еще раз большое тебе спасибо. Надеюсь, что вам было интересно все это смотреть. Если не видели, кстати, последний ролик из моей рубрики по сборке компьютеров на канале. Вот, то посмотрите. Ссылка будет сейчас прямо на экране. Также под видосом в качестве, ну, в описании. Еще будет, да, там в правом верхнем углу, по-моему. Я уж не помню, честно говоря. Постоянно путаюсь, блин. Там столько всего сейчас понапридумали на Ютубе, там, куда можно эту ссылку засунуть. В любом случае, ребята, спасибо всем за внимание. Всем до скорого и всем пока.